Нас вообще не слушают, нас нигде не слушают. Завод будет медленно убивать, считают жители поселка Осинова. Они уверены, что сжигание мусора ударит по экологии и здоровью. На данный момент, допустим, министр здравоохранения Татарстана уже заявил, что каждый 35-й житель Татарстана болен онкологией. Вот на данный момент, каждый 35-й. А мы придем к тому, что каждый третий будет болен. И это очень страшно. Чиновники приводят в пример мусоросжигательные заводы в Европе. Они часто расположены в центре городов. Но жители Осинова изучили вопрос. Теперь они уверенно говорят о степенях очистки и ядовитых диоксинах. И по этим параметрам получается совсем не так, как в Европе. Это говорят и эксперты. Там 5-6 ступеней фильтрации. У нас везут трехступенчатую, элементарную, там какую-то с углем. Какой уголь отфильтрует вообще диоксины, их невозможно. Это наночастицы, которые вообще неуловимы никакими фильтрами. Помимо того, что они хотят утилизовать еще типа отходы все, МСЗ производит 38% золы и шлака. Высокотоксичный тоже. И она будет где-то складироваться. То есть это миф о том, что это безотходное производство. Но настолько население обманывают. Специалисты говорят, что нужно учитывать и розу ветров. Она будет гнать выбросы в сторону населенных пунктов. Еще плюс будет рассеивание частиц в радиусе примерно 30 километров. Благодаря тому, что в летнее время особенно количество штилей повторяемости очень большое. То есть здесь будет накрыто. Вот эта зона в 30 километров, она будет однозначно накрыта. Жители поселка провели уже десятки пикетов и митингов. Но все равно дело идет к строительству. Ваш ремонт! Ваш ремонт! Летом прошлого года в Осиново прошли общественные слушания. Собрание переросло в перепалку. Жители говорят, что им не дали слова. Они эти слушания не признают. Компания «Застройщик» сочла, что слушания состоялись. Через месяц депутаты сельского поселения проголосовали за перевод земель в промышленное назначение. Депутаты в данное время, представители большинства бюджетных организаций, или же начальники цехов, отделов, или же предприниматели. Но, естественно, на них могли надавить. И они их надавили. И действительно, вот на то время, когда мы разговаривали с депутатами, у нас получалось из 12 депутатов, 9 депутатов сказали твердо, что мы будем голосовать против. Но получилось в итоге что? Решение депутатов было единогласным. «За». Земля, на которой планируют построить завод, уже принадлежит инвестору строительства. Дочерней компании корпорации «Ростех» «РТ Инвест». Стоимость завода – 28 миллиардов рублей. Это же частник. Еще Карл Марс говорил, что если есть 300% прибыли, то предприниматель пойдет на любое преступление. А мы даем это частнику. И ему еще обещаем, что ему будет дешевле строить, потому что мы даем в центре Казани. Так давайте заложим себе вот эту вот страховочку. Он все-таки есть предприниматель. Он все равно где-то сэкономит. Сэкономит на фильтре, сэкономит на страховке, сэкономит на каких-то даже электрических проводах. И в конце концов, когда это превратится в экологическую катастрофу, мы все вспомним сегодняшний день. МСЗ вообще не нужен в России. Нужно законодательно запретить строительство мусорожигательных заводов в России. Этот путь тупиковый и смертельно опасный. И все. Вот так. Альтернатива? Переработка. Во-первых, уменьшение образования. Во-вторых, сортировка и переработка. Жители и экоактивисты приводят в пример ту же Европу. Там сейчас стали отказываться от сжигания мусора и переходят на переработку. В одном из районов Казани уже идет пилотный проект по сортировке отходов. Поставили контейнеры. Но люди по-прежнему бросают все в одну кучу. Вот там кабачок валяется в сухих отходах, да? То есть здесь все в перемешку. Система раздельного сбора отходов не налажена до сих пор. Хотя они это внедрили с лета, да, по-моему? Да, да, да. Да, где-то с лета. Но здесь абсолютно не ведется никакая работа с населением. Власти говорят, что спроса на вторсырье нет, а сжигать проще и выгоднее. Мощность завода 550 тысяч тонн отходов в год. Это порядка 50% всех твердых бытовых отходов в Казани. Завод хотят ввести в эксплуатацию в 2022 году. Жители говорят, что будут продолжать борьбу. Когда идут против... Продолжение следует...